что у меня получилось адская поездка которая все еще продолжается я сейчас на кпп бурачки это граница россия латвия я вернулась кпп терехова это таможня латышская то есть я поехала из москвы в ригу на автобусе российская там таможенная граница меня пропустила все нормально ноль вопросов вот и шам латыши меня сняли с автобуса и домой по причине по причине того что недостаточно оснований несмотря на то что муж у него пмж несмотря на то что я сдала документы на внж оснований недостаточно потому что с таким форматом нужна либо виза д длинная либо чтобы у мужа был именно паспорт латышский пмж не подходит в общем у меня сначала там случилась истерика потому что у меня было очень много вещей у меня была огромная сумка поставлю фоточку сюда в клетку сумка как его челнока был чемодан небольшой и была еще небольшая сумка вот слава богу мне повезло что водители согласились большую сумку и чемодан довести до риге это море ник созвонился уже со своим другом там на вокзале вещи заберут так что в этом плане хорошо я хотя бы возвращаюсь одной маленькой сумкой в котором у меня остатки вещей ну чтобы в москве было что-то ходить и с рюкзаком вон он висит у меня в котором ну ноутбук там документы все такое вот и я вышла в общем здесь в бурочках думала вызывать такси до себе же из себе же автобусом псков и там на самолет в москву но я вышла увидела тут машину с московскими номерами спросила водителя он говорит я жду троих я влезу они говорят влезешь шесть тысяч и ты в москве но как бы вариантов особо нету поэтому я согласилась ладно приеду в москву запишу дальше чего я еще на границе время пол одиннадцатого я еще здесь сижу в машине который я нашла и не могу поехать потому что ребят которых ждет вот этот чувак которых которого я нарыла тут единственного с московскими номерами все остальные видимо с псковскими 60 регион не знаю какой а вот этих ребят не пускают то есть им нужно было у них молдавские паспорта им нужно было выехать из россии и въехать обратно ну чтобы там вот эти вот сроки пребывания не нарушить то есть там безвыездной безвыездное нахождение на территории россии там сколько-то времени можно потом нужно выехать хотя бы там условно на час чтобы печать выезда была въехать и все нормально они выехали алтыши их обратно не пускают типа говорят что вы же только что выехали тип чего обратно тащите типа не езжайте в молдавию в общем они там ждут на границу и пытаются как-то договориться вот я была мысль может быть заказать такси до север север блин забыла уже как называется город все себе ж себе ж вот до заказать такси туда туда ехать там 15 километров отсюда по прямой по дороге нам чуть побольше километров 20 вот либо оттуда на поезде либо на псков на автобусе доехать и из пскова уже на поезде либо на самолете можно долететь на москвы но потом подумала не лучше подожду и меня прям довезут почти до дома потому что сил у меня уже не моральных не физических нет а я сейчас хотя бы сижу в машине в теплой с зарядкой для телефона и могу поспать машины с украинскими номерами это по моему старый российский номер белорусы 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 вон там очень много белорусов наши с разными регионами десятый шестьдесят седьмой опять белорусы тут чего непонятно залеплен номер 60 и 31 такси стоит вот опять белорусы наши армяне кого тут только нет вот машинка моя в общем вышли наконец-то ребята время 12 22 то есть с половины девятого утра до половины первого мы ждали и вот они только выходят и мы поедем в сторону москвы на все прям капец затянулась нежданно и негаданно к сожалению и надпись на экране будет дорога домой вышлишь мне потом хорошо а я на youtube выкладываю у меня же там целая а а а а а а Но дорога оказалась не такой радостной, как все начиналось, потому что, к сожалению, по дороге у нас сломались тормоза, и машина вообще не тормозила, то есть они не цепляли, из нее выливалась тормозная жидкость. Саша, вот водитель, он ее туда заливал вместе со вторым парнем, они пытались что-то там починить, но поскольку они не мастера по ремонту, естественно, они ничего не починили. В общем, мы ехали с машиной, которая могла тормозить только двигателем, по, ну, сами видите, какой дороге, и это было, конечно, ужасно страшно. Всю дорогу я то пыталась найти какой-то сервис, чтобы туда мы могли заехать, и там посмотрели, но проблема в том, что тормоза сломались, когда уже был вечер, и мы были хрен знает где, сервисов не было, либо там были какие-то проблемы, в общем, мы не могли помочь по разным совершенно причинам, и поэтому мы просто тихим сапом чухали вот с такими поломанными тормозами, потому что вариков не было. Параллельно тому, что я искала сервисы какие-то, чтобы мы туда могли заехать, параллельно всему этому я еще смотрела, сколько стоит такси. Такси, короче, от десятки начиналось, когда я начинала смотреть до Москвы, это было там примерно, наверное, километров пятьсот от Москвы, когда это все произошло, и я начала первое такси смотреть. Вот, мы были еще за Ржевом туда, ближе к границе. Вот, и я думала уже как-нибудь доехать до Ржевы, и Ржево, а тут уже ходят электрички в Москву и автобусы, но проблема в том, что это было уже время, наверное, часов пять, и последнее, в общем, может быть, позже, я тоже не помню по времени, но, в общем, я понимала, что я на такси до Ржева доеду уже после того, как уйдет последняя электричка и последний автобус. Вот, в общем, мы чухали-чухали, и потом был Зубцов, был Волоколамс. Проблема в чем? Я нигде не успевала на электричку либо на автобус, и поэтому я ехала с ребятами дальше. С такси была другая проблема. В теории можно было бы его вызвать и, ну, условно, похрен потерять кучу денег. Это не так страшно, как рисковать жизнью ехать в машине с половыми тормозами. Но проблема в чем? Что Яндекс показывает, что такси столько-то будет стоить, но не факт, что оно бы приехало. Поэтому я решила, что, наверное, проще потихонечку ехать, благо вроде бы немного в адеквате все-таки был... Хотя я тоже не знаю, как это можно назвать в адеквате. Если у тебя сломаны тормоза, то тормозишь двигателем и едешь с четырьмя пассажирами в машине. В общем, я приняла решение, что надо ехать куда-то, где точно можно вызвать такси. Ну, то есть это Пазмосковье и это ЦКАЦ. Вот. И где-то там нужно будет ловить таксишку уже до дома. Точнее, не совсем до дома. Я ехала к Томе, моя подружка, которая живет в районе проспекта Вернадского, потому что за вчерашний день Ник купил мне билет в Испанию через Стамбул. И сегодня уже суббота, сегодня в 9 утра у меня был билет. То есть вариант остаться где-нибудь на ночлег, в гостинице и на следующий день взять автобус либо электричку и поехать в Москву не рассматривался, потому что у меня в 9 утра самолет. Вот. Короче, я пересела на такси из этой поломанной машины в районе Глобуса на Новорижском шоссе. Это недалеко от МКАД. Слава Богу, туда мы доехали без эксцессов. И оттуда на такси я доехала до Тома. И, слава Богу, все хорошо. Ну, то есть это была реально рискованная поездка. Я уже, когда вот тут все произошло, думала, господи, ну какого черта? Я изменила себе, потому что обычно я выбираю общественный транспорт. То есть, если бы я была в обычном состоянии, я бы взяла такси до Себежа и там бы села на электричку. Но поскольку я была на адских нервах после высадки с автобуса, я решила, что лучше я заплачу побольше денег и меня довезут от границы до дома. Вот. Но это вылилось все в такое странное путешествие. Кстати, что классно, мои вещи, когда выгрузили из автобуса, и, ну, мне погранцы начали объяснять, что нет, как бы не вариант. Вот вам указ правительства 599, вы не подходите ни по одному из пунктов, по которому разрешен въезд через вот эту конкретную границу. Говорят, вы можете длинным путем, типа через Европу, тарам-барам, через эту границу нет. Вот. Вещи мне водители выгрузили, собственно, в этот домик погранцов. И в какой-то момент я, у меня истерика случилась, я прошу погранцов дайте мне валерьянку. Они мне насыпали 3 таблетки валерьянки. Вольми не пришла в себя хотя бы через какое-то время. Ну, пока, ну, у меня уезжал автобус, с которого меня высадили. И я сообразила, я спрашиваю погранцов. Я говорю, слушайте, а я могу вещи, которые вот, с которыми я ехала. У меня, типа, два больших чемодана, там, рюкзак и сумка. Я могу вещи с водителями отправить. Они говорят, ну, ваши вещи, что хотите, то и делайте. Я быстрее к водилам, я говорю, слушайте, можете вот так вот сделать. Они такие, ну, можем, только если нас кто-нибудь встретит на вокзале. Я звоню Нику, говорю, вернее, не звоню, пишу, потому что там нифига не ловят. Я говорю, кто-нибудь может встретить, забрать мои вещи, чтобы мне не тащить. Я говорю, я не понимаю, как я буду выбираться, если у меня еще будут эти неподъемные сумки мои, которые мне, одну сумку мне просто папа прямо в этот самый автобус положил, вот эту в клетку, потому что она весила 20 килограмм. Килограмм 12-13 красный чемоданчик и моя сумка, которую я забрала, она еще 7 килограмм весит, ну, еще, наверное, 7 килограмм весит мой рюкзак, потому что там ноутбук, всякие девайсы, всякие эти самые зарядники, вот это вот все, и тетрадки по-испанскому, по работе, всякие, ну, блокноты. В общем, тяжеленькая. Водилы согласились, Ник нашел там, его друг встретил, забрал мои вещи, слава богу, потому что погранцы мне говорят, типа, ну, мы вас посадим на какую-нибудь там попутку, которая едет в Москву. В итоге никуда они, естественно, меня не сажали, мне самой нужно было подходить к каждой вообще машине, которая едет, узнавать, едут ли они в Москву и не согласятся ли они взять меня. Но я вот сколько ни подходила, наверное, штук 5 машин, все мне отказали, и я их понимаю, какая-то девочка на границе Латвии, а это их первая граница, дальше у них российская граница, и только потом они выезжают, едут на Москву. Ну, какая-то девочка к ним подходит и говорит, меня садили с автобуса, не могли бы вы меня подвезти до Москвы? Ну, все меня отказывали, и я их понимаю, потому что на их месте я сделала бы то же самое. Какая-то непонятная девочка, какого черта ее садили? Она теперь хочет обратно в Москву. Вообще, с ней вообще все нормально, по какой причине садили? Даже если она сейчас скажет причину, вдруг это все фигня и фейк, и она врет. И ее нужно перевести через российскую границу, а мало ли с ней что-то не так, или с вещами что-то не так, какая-нибудь запрещенка, и мы потом это будем это все разгребать и по голове получим. Ну, нахрен, лучше никого не брать. Естественно, меня все отказывали, и когда уже это получилось, где-то, наверное, было часа в два ночи, ну, то есть темно, и потом уже, когда рассвело, я уже совсем, ну, почти успокоилась, вот, решила, что надо все-таки идти до русской границы и там выяснять, как добираться. Ну, и на русской границе мне девчата сказали, что от границы до Себежа ходят, ну, можно вызвать такси, рублей 800 оно будет стоить, ну, можно доехать. И дальше на электричке в Москву. Но я, к сожалению, выбрала другой путь, понимаю, что он был неверный. Но, слава богу, я добралась до Москвы, все нормально и все хорошо.